Аудиоподкасты знакомства Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего подкаста, нашей новой рубрики Добро пожаловать в группу FreeFlight Спасибо, что включили эту аудиозапись Сейчас я быстренько объясню вам, что здесь происходит и вообще, что за чертовщина творится Меня зовут Трей Вы могли меня слышать в некоторых каверах команды FreeFlight Конкретно в одном или же в каких-то других проектов Но, в общем, будем с вами знакомы Я отвечаю за нашу новую рубрику Рубрика знакомства с нашими мемберами команды FreeFlight Что будет, собственно, происходить? Мы рандомно тыкаем Ну, тыкаем, грубое слово, да? Ну, выбираем одного из участников нашей команды Приглашаем его на беседу Приглашаю я, точнее Побеседовать со мной, рассказать, кто он, что он, откуда он и с чем его едят Лампово беседуем, задаем вопросы Какие-то ваши вопросы Ну и просто наслаждаемся приятной атмосферой Еще раз большое спасибо всем, кто включил эту запись Ну и давайте не откладывать дело в долгий ящик Представлю первого человека, которого выбрал бог рандома И он попал ко мне в виртуальную, так сказать, в нашу виртуальную радиовещательную комнату Хотя на самом деле человек, ой, как далеко Но мы попозже это поговорим Но я ощущаю его буквально вот-вот рядом со мной По левой руке от меня В общем, сегодня у нас в гостях Юраги Вокалистка нашей команды Очень приятный человек Хотя я общался с ней совсем не так уж и много Но уже буквально за 15 минут общения Впечатления об этом человеке самые позитивные В общем, Юраги, Юра Как ты попросила себя назвать Я буду помогать Юра, привет, добро пожаловать Скажи привет Привет Я сейчас с ума сойду Что еще раз? Я с ума сейчас сойду Почему? Потому что, ну как, первое интервью, все дела Надо же быть презентабельным и все такое Да тебе просто мой голос понравился Ну да, есть такое Я еще могу вот так вот говорить И, ну Ой, все, ладно, прекращай Давай так делу В общем, Юра, привет Представься, ну, как тебе будет удобнее Может, свое настоящее имя назовешь Это, знаешь, есть некоторые люди, которые Не-не-не, вот-вот-вот Я инкогнито Вот есть никнейм Расскажи о себе кто ты, что ты, чем занимаешься Помимо фандаба И тебе вступительное слово Вперед Так, хорошо, надо собраться Зовут меня, значит, Сабина Фамилия моя Саитова Мне 18 лет И я занимаюсь фандабом Good Достаточно Ладно, ладно, смотрите Что обо мне есть такого Особенного, интересного Это то, что я раньше жила в Казахстане В Алмате И вот, буквально Да, привет Здорово, Атре Я вообще Не обратила внимание Что ты, оказывается, раньше тоже там жил Очень жалко Я там живу Я-то здесь остался В последний день? Да, конечно Окей, окей А сейчас, ну, получается, уже два года Как живу в США В Штатах В Нью-Джерси Мне тут, в принципе, нравится Ну, мы можем эту тему потом потихонечку развить Думаю Конечно, по-любому По твоим Окей, окей Я думаю, уже слышно, да Слышно будет понятно Замашки, да, американцы? Да, что-то тут не то Ну, это Обычное дело Так, ясно Два года в Штатах Ну и Помимо фандаба Есть у тебя какие-то увлечения? Интересы? Ну, я вообще Ну, можно сказать, что я занимаюсь волейболом Хоть и не долго, наверное Но полгода, может, годик И мне тоже очень нравится У меня здесь есть русский тренер К которому я больше, к сожалению, не хожу сейчас Потому что возможностей как таковой нету Но раньше ходила, училась И было весело Да Ты профессионально волейболом? Нет, просто для себя, знаешь, как ты А, ну, хорошо, ясно Точно так же У меня ничего профессионального Я просто, знаешь, пою песенки Немножко рисую Немножко то Немножко ся Ну, как и все мы В фандабе Ну, наверное Да А, ну, может быть Ну, так Подожди, тебе 18 Ты сейчас Да Ты в школе учишься? Или ты уже В высшем учебном заведении? Колледжи, может быть Как принято говорить Что-то Колледж Нет, я на самом деле Сейчас учусь в школе В 12 классе Потому что Ну, как, наверное, некоторые знают Здесь Система немножко другая Учатся дети 12 лет Вот, я сейчас в хайскул Это как отдельное здание Там учатся дети С 9 по 12 класс И, ну Моя школа называется Колдснек хайскул Она находится В Колдснеке Это город такой Который находится В Нью-Джерси В штатах Штат Нью-Йорк Или как Или я не помню Не, 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 не Штат по себе Нью-Джерси А, я Я невежда Я просто Да я точно такая же была Чё ты, господи, думаешь Я же твоя землячка Ты о чём? А ты вот помнишь Области Казахстана? А? О, господи Атурауская область Алматинская область Ладно, ха-ха-ха И, а, и, а, что? Ты прошла проверку, ладно Ох, ну слава богу Ты ещё более-менее землячка А, окей, хорошо Окей, ой, господи Ладно, не бей тебя Ясно На самом деле Дай мне, господи Я не буду бить тебя Ты знаешь, как далеко Если бы А, ну да Ну хотя, я думаю Когда-нибудь я Ладно В один день Давай потом будем Планы с трехнадцати На самом деле Считаю, это вообще Магия какая-то То есть Когда мне сообщили То, что Вот Первая цель Первый Допрашиваемый Наших подкастов Юраги Мы вроде бы Списались Я как-то Ну давай запишем Когда Начали искать время Общее Сначала 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 я подумал Что у нас час Разницы Во времени Но потом оказалось Что это не час А одиннадцать часов То есть Чтобы вы знали У меня сейчас Пять утра У нее Шесть вечера Утро Просто герой Я просто Дебил Я ночами не сплю Будем называть вещи Своими именами Ой, ладно Ну, в общем Считаю Это какая-то магия То, что люди Вот В Штатах Кто-то В Казахстане А вообще Мы сами В Ру Фандабе Да Который Ну, слово Ру Как-то Россия Русский Фандаб Ага А люди Со всего СНГ Еще и за этими За морями За морями За бугром Это Ну, потрясающе Ну, слушай Давай Вот К делу Что ли Что ли Как ты узнала Что такое Фандаб Потому что я до сих пор Не знаю Особенно Что это такое Хотя я уже больше Трех лет здесь И я такой Посредственный Немного участник Но Расскажи Как ты узнала Про фандаб Как ты сюда попала И вообще С чего все началось Может быть Это было аниме Может быть Это первоначально Был вокал Тебе слово Твоя история Ну Наверное Тогда начнем С того Как я начала Вокалом заниматься Правильно Как тебе будет Ну хорошо Давай так Значит Вообще Петь я полюбила Научилась Тогда Наверное В классе В седьмом Или восьмом У нас была Учительница по музыке И знаешь Мы как просто Хориком пели песенки Она там рассказывала Она всякую ерунду Про музыку Объясняла И в один день Она остается После уроков Ну как После урока Музыки И говорит Нашему классу Что вот Мол У меня будет хорик Приходите Там Ну По-моему Она просила Сколько там Ну не знаю Тингерстоу Наверное За участие Знаешь Слушай Я все помню Вот Под то Что в Казахстан Это мое Любимое Ладно Квати Вот Я помню Что она Собрала Значит Хорик Маленький Такой И я в нем Была Я Соответственно Просто Пришла Ерундой Пострадать И мне Понравилось Потом Я у нее Начала Брать Удивидуальные Уроки Хотя Она Ну не скажу Что прям Так вот Невероятная Учительница Она была Ну Нормальная Посредственная Учительница Мокала Она там Учила Как дышать И Проводила Значит Репетиции Мне Мы убирали Вместе с ней Песенку И пели ее Соответственно Она поправляла Меня Где нужно было На тот момент Мой скил Он был Вот Малюсенький Такой Маленький Вот Совсем Я вот сейчас Показываю Я вот сейчас Показываю А потом Как В голове Поднимается То что Как В принципе Никто меня не видит Здесь Я Представляю Мэм Знаешь Вот этот Китаец С листочком Вот этим Маленьким Твой скилл Я все Визуально Представляю Спасибо Трей За объяснение Такие детальные Вот В общем Ближе к делу Начала Я Учиться Петь Естественно Потом Я дрогнула С этого С вокала Так скажем Потому что В принципе Там То ли Ловить Больше Нечего Было Мне То ли Просто Денег Не было Ну Что-то Хотя Не знаю Денег Было Или Не было Потому что Индивидуальные Уроки У нее стоили По-моему Пять тысяч Деньги В месяц И мне казалось Блин За то Что я просто Прихожу И знаешь Там Пою Раз в неделю Раз в две Недели Она слушает Я буду платить Такие деньги Я короче Жмот Вообще Вот До глубины Души Когда касается Вот Именно Качество Вот Мне надо знать За что я плачу Поэтому Потому что Не я же Деньги зарабатываю Все дела Ладно Так Надо к делу Нормально Расслабься О чем хочешь В общем Ты маленький Такой еврей Немного Никакого Национального Русизма В каждом из нас Есть евреи Все евреи Убегают в штаты Все правильно Продолжаем Спасибо Продолжаем Хорошо О чем я рассказывала Значит Дрогнулась И да И сама по себе Начала уже Как-то Заниматься Знаешь Просто Время от времени Петь Ходить На какие-то Праздники В школе Ну Просто люди Знали Что я вроде Как Чуть-чуть Умею петь И они Меня звали Давай сюда Давай туда На конкурсы Всякие Ну Туда-сюда И так И шло Дело Наверное Не помню В каком классе Я заинтересовалась Именно Японской культурой И вокалоидами И всей этой ерундой Ну Когда я в Пандах Пришла Наверное Два-три года Назад Тоже Не помню точно Вот Ну то есть Ты заинтересовалась Японской культурой Именно культурой Или Конкретно Ты говоришь Вокалоидами Аниме Может быть Или Честно По-моему Я сначала Сначала Мне понравилось Вот это Вот именно Анимешки Всякие Смотреть А потом Я помню Что я Зашла на какой-то сайт Посмотреть Очередное Аниме И я наткнулась На видео Значит На Микушкина Где она Там голограмма Все такое Поет Мне интересно Стало Что это за Голограмма И Все дела Я пошла Погуглила И Понеслась По-моему Так У вас был Интернет У вас был Гугл Да У нас было Все Слушай Это вы там Динозавры С Чокой Да Ну Про Чоку Вообще Не будем Ладно Это отдельно Просто разговор Я просто Проспойлерила Ладно Не важно Все Нормально Вот Значит Я заинтересовалась Потом Я знаешь Смотрела Вопросы Которые Мне должны Были На интервью Задать От Подписчиков Я просматривала Лист И там Был вопрос Да И вопрос Там был Такой Как я Видимо Вообще Узнала О них И все Такое И Я даже Себе напечатал Маленький Листочек Чтобы Помогать Себе вспоминать Что там было Как Потому что Знаешь У меня память Такая Просто Вот Девичья Мягко Сказал Мягко Сказал Да Вот Потом У меня Пошла Псп Если Ты знаешь Такая Игрушка Наверное Знаешь Скорее Всего Знаю Черт Портабель Ну Наверное Вот Если Вы Так Называете Я Просто Называю Псп По Нашему По Старому По Вашему По Старому Это По Нашему По Мальдинску Камон Ну Хорошо Вот Это Была Project Diva Игра Это Ритм Игра Я Не знаю Ты ее Знаешь Не Знаешь Там Что-то Надо Снобки Давить И все Такое Вот Кокос Вот Вот Потом Мне Понравилось Я Вообще Сначала Не Понимала О чем Они Там Пели И Немножечко Для Меня Был Странноватый Язык На То Время Потому Что Я Я смотрела В озвучке Обычно Я Так Да Да Не Злись На Меня Содержи Дыхание В дом Камон Вот Да Руда Бы так и Добралась То Что Я Пошла Видимо Гуглить Эти Песни А Они Выскочили Воп На Русском И Я Так Хоп А Что Это Это Ребята Так Делают Как Я Так Хочу Ну Ну И Куда Ты Попала Вообще С Кем Ты Познакомилась Потому Что У всех Такие Истории Интересные Разные Мне Очень Интересные Да Как же Это Было Так Господи Я Я Не Планировала Никуда Как бы Вступать Я Не Знала Существование Именно Гру Я Просто Думала Что Это Отдельные Люди Ходят Куда То Записываются И По Секрету Тебе Скажу О Это Уже Не Секрет Если Я Рассказываю Но В Мне Казалось Что Вот Эти Группы Которые Записываются Хориками Они Реально Встречаются В реальной Жизни Идут В студию Все Вместе Всем Скупором Подписчики Сейчас Я Такий Да Ладно А Че Это Не Так Да Мы Сейчас Раскрываем Может Быть Эпичный Секрет Всего Фондам От Ну Да Это Нам То Тут Кухня Внутри Как То Видно Откуда Это Знать Ну Да Ребята Мы Записываем Все Каждый Отдельно Парти Потом Все Вместе Да 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 Бедный Звукорист С нами Мучается Да У всех Разное Железо Да У всех Это Вообще Боль Хорошо Что Я Не Звукорик Ой Я Тоже Я Был Мог В Принцип Научи Научиться Да Но Я Глядя На То Что Как Страдают Звукоризажи И так Далее Я Не 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 Я Буду Петь И Все Ну Хорошо Вот Твои Заблуждения Были Ну Давай Вспоминай Как Ты Мне Очень Интересно На Кого Ты Вышла Кому Ты Написала Как Это Все Произошло Я Вспомнила Слушай Ты знаешь Эли Элизабет Эльфин Допустим Вот Вот Допустим По-моему Все началось С того Что Я Пошла Королоки Петь В Онлайн Как же Называется Это Это Программа Редкол Редкол Точно Я Пошла Редкол Зашла В Комнату В Королоки Комнату Не помню Как Она Называлась Там Что-то Царство Мелоденота И Кого-то Еще Ну В общем Я Не помню Была Какая-то Комната Где Караокеры Пели Ну Караокеры Можно Их Так Назвать Думаю В общем В общем Пришла Я туда Значит Петь И Там Кто-то Сидел По-моему Эли Сидел Не Помню Я Честно По-моему Нари Сидела Нария Вот В общем Эли Послушала Как Я Здрасте Пойдем Кай Со мной Ты Будешь С нами Петь В Хиро Я Такая Ну Пошли И Че И Особо Как У меня Есть Воспоминания И они Очень Такие Размытые Это Было Очень Давно Как Мне Кажется Ну Слушай Иск 2-3 Года Назад У меня За эти Два Года Знаешь Зачем Перевернулось Так Что Не Надо Ну Да Думаю Сейчас Как раз Поговорим Об Этом Ну Ясно В общем Вот так Вот Интегрировалась В эту Система Ну Слушай Вот На Примере Себя Допустим Скажу Я Тоже Никогда Не Планировал Фантап Меня Позвала Знакомая Но Я Как-то Занимался Каверами Занимался Звуком У меня Вот Было Оборудование То есть У меня Микрофон Был Звукозаписывающий Звуковая Карта И Как бы По звуку Я сам Там В программках Тыкал Что-то Методом Маучного Тыкал В общем Я Немного Был Прошаренный Но Вот Как Для тебя Это Все Происходило То есть Нужно Микрофон Приобретать Был ли он Там У тебя И Как Обходилось И Вообще Не взял Так Просто Пришел И Тянулся И Так О Здрасте Да У меня У меня Получилось Так Что Папа Мне Подарил Прислал Из Америки Микрофон Он Был Такой Простой Ему Надо Было В руке Лежать Знаешь Как От Караоке Как Подсоединяешь И Поешь Он Очень Был Нехороший Он Слишком Качественный Был И Я На него По-моему Папа Меня Еще Научила Программу Пользоваться И Записывать Ничего Особенного Просто Как Записывать И Как Шум Чистить Всякую Ерунду Самый Basic В общем Я Записывала Какие Свои Песенки Естественно Никуда Я их Не Выкладывала У себя В дневнике Где-то Выкладывала В общем Просто Сама Для себя Что Что-то Пела Вот Так Потом Папа Прислал Никому Получше Микрофон По сей День Пользуюсь Самсон Метеор Если Ты Слышал Самсон Самсон Ага Самсон Метеор Нет Это Мне Какой-то Знаешь Советская Ракета Какая-то У меня А он И Выглядит Как Ракета Понимаешь Я не знаю Пойди Погугли Он Как Граната И Раскрываешь На ракету Похоже Ну я думаю Я Погуглю После того Как мы завершим Это сейчас Как-то Полезу В сеть Мне интересно Прямо Сталось Самсон Метеор Метеор Спасибо В другом Смысле Упомянуть Упомянула Вот этот Микрофон Именно Когда Я Делала Текст Для Пародии Я Упомянула Эли И Самсон Метеор Вообще Такая Угарная Песня После Нашего Эмира Пойду Снова Послушать Спасибо Всем Кто Приложил Руку К этому Реализу Это Эли И Самсон Метеор Я Тебя Люблю Что бы Я без Тебя Делала Как-то Так Мне Представляется Это Это Вообще Такая Упортная Песня Я Не рискну Начинать Про нее Говорить В общем Она Была Если Вспоминать Мою Первую Песню Через Которую Я попал В фондап Это Общество Добай Ну Ну Расскажи Я Думаю Как-нибудь Если Я Когда-нибудь Рандомом Выпаду В списке Интервьюеров Я Не знаю Как Это Будет Выглядеть Сам Себя Это Это Ну У меня Была Первая Песня Которая Меня В хор Позвали То есть Знакомая Это Был Ифи Дуду Ифи Дуду Или Как-то Так Назовно Ифи Дуду Ифи Дуду Да Вот Короче Кто знает Тот Поймет Может Кто-то Видел Этот Хор Это Спасибо Рей Нишики Тоже В землячку Можем Так Сказать Которая Меня Которая Меня Туда В общем Приписал Ладно Не обо мне Речь идет Ну Ясно В общем Интеграция У тебя В плане Техники У тебя Тоже Прошла Достаточно Успешно То есть Микрофон Тебе Предоставили Да Вот Честно Как-то Рандомно Получилось Папа По воле Судьбы Мне купил Микрофон И я такая О Здрасте Ну Давайте Записывать Что-нибудь Ну Ясно Давай Немножко Мы Прям О фандабе Сразу Заговорили Я все равно Не могу Не спросить О твоей Жизни В Штатах Как так Получилось Окей Давай Я не знаю Извините Подписчики Слушатели Если вам Неинтересно Но мне кажется Это очень интересно Поскольку Вот вроде бы Моя землячка Казалось бы Мы могли вообще В реальной жизни Встретиться Я думал Первоначально Что Какая-то Соседка моя А оказалось Что это вообще Очень далеко Человек Расскажи мне Как так получилось И как у тебя получается Вообще до сих пор То есть Оставаться в теме Фандаба И держать связь Со всеми нами И как это тяжело Ну в общем Тебе слово Ну Получилось так Что на самом деле Я не знаю Стоит ли об этом говорить Но в общем Мои родители Они давно уже Живут В Америке Можешь какие-то Личные моменты Абсолютно Что ты хочешь Рассказать Что не хочешь То есть Что ты посчитаешь Нужным Я ни на что Тебе не подпиваю Как тебе будет Окей Хорошо Значит у меня Дай Ты можешь сказать Трей Иди нахрен На этом личное дело И ничего Тебе расскажу Я на полном серьезе Так что Ох ты ж мой дорогой Ну хорошо Конечно Успокоил Тогда я начну Значит у меня родители Как я уже сказала Наверное три раза Уже давно здесь живут Наверное лет десять Или сколько там Может быть больше То есть получается После моего рождения Так получилось Что они уехали сюда Да Они уехали сюда Потому что хотели здесь жить Потому что здесь работа Работа была Как бы и все такое Ну все бенефиты Америки так скажем И все это да Американ дрим И все это время Они как бы пытались Мне сделать документы И ну Сейчас вроде получилось И сейчас я здесь Это заняло Да много времени Но сейчас все хорошо Вот Ну да Нравится Наверное Я еще как-то Не одуплилась Не до конца Хотя уже Как вроде два года И Здесь еще много чего Чего мне надо Именно понять Именно в американской Культуре В системе Да во всем В принципе Ну сам понимаешь Другая страна Другие люди Ну и ты планируешь Там оставаться Ну это уж как сложится Ну Ближайшие лет Пять, шесть, семь Наверное здесь будут Потому что я хочу здесь Да поучиться Поработать Ну А дальше уже посмотрим На кого ты собираешься Собираешься учиться Я вообще Оригинально хотела В медицину Уйти Потому что Мне всегда Шести годами Ты там не обойдешься Да Здесь не обойдешься Здесь лет десять Как минимум Учить Ну по сути Все правильно Все нормально Ну да Все правильно Все логично Трей Да Да Так О чем я говорила Хорошо платят Хорошо им платят Да Здесь хорошо платят лоером Юристам Вот И Медикам Поэтому я хотела Вообще в медицину идти Но сейчас я немножечко Сомневаюсь Потому что меня Немножечко сейчас Другая сфера Притягивает Какая Не хочет Я не знаю Как это правильно сказать Педагогика Понятно Преподавание Преподавание Ух ты Ничего себе Преподавание Вот Приедьте в Америку Поживи два года А потом я посмотрю Как ты будешь говорить По-русски Прекрасно Нет Спасибо Капиталистические Ну да Капиталистические Сволочи Вау Начало Не у меня есть Друг Который уже Больше семи лет Живет Ну приезжает Каждый год С Америки И я тоже Вот эти все Моменты Как он Речь путает Да Слова на языке У нее вертятся Как это Как это По-русски Или там У него Объяса Думай Казахская Русская И английская Речь Это вообще Очень забавно Слушать Вот Так что Я тебя Прекрасно Понимаю Но шуток Это не отменяет Так что Жените Такие дела Ну ладно Я спросил В принципе То что хотел В плане Твоей жизни В штатах И так далее Давай вернемся Все таки К основной Нашей теме К фандабу Мы с тобой Состоим в команде Free Flight Как Что еще раз Я просто Чирую Расскажи Как ты попала Набрела Я не думаю Что наверное Расскажи Где мой Я поняла Смотришь Аниме Вообще Раньше Я вот Именно Наседала Очень часто Смотрела А сейчас Ну как-то Ну Раз в пятилетку Что называется Сейчас Я немножечко По другой сфере Мне вот Нравятся Там всякие Американские Сериалы И нам Корейские Сериалы И вообще Я вообще Люблю языки Там Новую культуру И все такое Ну кстати Да В своей Анкете Допрашиваемого Написала Так что У тебя Увлечение Языки Да И Драма Да Да Это Я забыла Тебе рассказать Это началось Потому что Недавно У меня здесь Потому что Я здесь Именно на драму Хожу Уступая Перед дней И все такое А То есть Актерскому Мастерству Еще училась Да Училась У нас В школе Именно Есть Классы Драмы Ну Да Удивительно Потому что Это как бы Обыкновенная Школа Но есть Такие курсы Именно Ну да Там Все такое Ну да Здорово Что здесь Есть Такие классы Можно брать Можно учиться Как Коммуницировать Неправильно Я сказал Словно Не важно Все Общаться С людьми Общаться С людьми С публикой Зло Такие слова Ну слушай Ну слушай Что-то вспоминается В голове Я пытаюсь Говорить Потому что Давай просто Уже на английском А Я устала На английском А Окей Давайте попробуем Давай попробуем Давай попробуем Давай попробуем Да Ужасному Произношению На русском На русском Слушатели Наши Да Ребята из Казахстана Один же Из России Там Откуда Из Украины Да Из СНГ А сами ребята Это из Казахстана Один в Казахстане Другой Другая в Америке И будем говорить На русском Все правильно Да Все Все А может По-казахски По-казахски Я хоть и не казашка Казахшо Казахшо Солен А Казахшо На-на-на-на-на-на НОК Язык НОК Язык НОК Язык Ну продолжим Продолжим Я вот читаю Твою анкетку Прям смотрю Такой серьезный человек К чему стремлюсь К социальному развитию Понятию себя И своих Настоящих потребностей Я Я сейчас Состыда Чтобы вы понимали Да Я себя чувствую Каким-то ущербным такой серьезный прям подход не, ну я внукрирую, конечно оно хорошо социальное развитие ну ладно я думаю, я не будем это затрагивать конкретно, каждый стремится к развитию это хорошо окей, ну вот ты так отсекла половину вопросов любимое аниме в жанре музыки любимый опенинг хотя вот есть у тебя опенинг как ты вообще песни выбираешь слушать для релизов отдельная тема как я выбираю, ну мне просто попадаются на слух какие-то хорошие песни, и я, ну такая ну давай споем, ну чё на японском первоначально? да, да, конечно, я их тоже слушаю вообще я подготовилась, я поискала аниме в жанре музыки которая мне нравилась она называется Макросфронтир если ты знаешь нет, к сожалению ну-ка расскажи если нет, это такое очень достаточно такие старые аниме мне кажется и я особо не помню о чём оно там было но оно было классное посмотрите его хорошо да у вас тоже есть любимый из аниме называется Магии Лабиринт Магии и исполнитель Сид и песня называется Ви Айпи вот вроде мне очень тяжело слушать задавать такие вопросы поскольку я сам вроде бы увлекаюсь аниме и японской культурой ну фантазией ну слушай но когда мне начинают называть какие-то там песни или исполнителей я так чешусь теряюсь да, теряюсь потому что я в этом абсолютно не координирую не ориентируюсь у меня тоже такая фигня я особо особо много их не знаю поэтому особенно остов я вот ну как не часто же смотрю кто-нибудь мне говорит какой-то очень популярный ост и я такая а чё когда где я вообще это не смотрела или там сериал вопрос такой есть который я надеюсь может ты меня даже просветишь потому что я вообще не в теме как относитесь к уталоидам это что такое извини меня я вообще не понимаю это программа имитирующая голос человеческий поющий сделанная любителем любителями алоиды это типа профессиональные да это да да вся эта профессиональная тема алоиды они делаются любителями насколько я знаю я надеюсь меня сейчас не забросают там камешками за мои скромные познания в этом все нормально ну и как ты относишься есть ли любимчики вот продолжаю вопрос я уважаю людей которые занимаются ими потому что это тяжелый труд это сложно это ну как подолгу сидеть записывать эти звуки на разных интонациях все такое поэтому я отношусь хорошо и уважаю этих людей вот а нравится мне я не знаю если можно их назвать то лоидами уже потому что по-моему есть какая-то там другая забабаханная классификация то ли виперлоиды то ли как-то ну как как-то еще но нравится мне да в общем там такая сложная тема я особо не обрубаюсь но мне нравится вот эта девочка тета и рицу мне нравится будет какой жанр музыки там вот действительно я забыл тебя спросить мы все вроде бы увлекаемся музыкой в той или иной степени какой жанр музыки тебе ближе и что-то вообще чаще всего звучит у тебя из плеера ну наверное попса потому что это как новая музыка сравнительно ну как сказать попса она всегда свежая она всегда всем нравится обычно она на это да популярная музыка она на то и как ориентирована чтобы всем нравится в принципе еще мне нравится баллада баллады рок нравится drum and bass dubstep короче все ну в принципе все подряд то что то что catches my ear я не знаю как сказать то что попадает тебе лучше я все пусть блин ну типа того я буду translator спасибо да 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 translator преимущественно ну ты сейчас на американскую такую музыку пересела или все-таки попсу там ну да можно сказать и так мне нравится американская попса и мне нравится корейская попса мне нравится японская попса мне в принципе нравится попса хотя раньше я ее не уважала терпеть не могла особенно русскую попсу до сих пор слышать иногда не могу хотя не могу я не могу обосрать всю всю русскую попсу потому что есть хорошие группы хорошие исполнители и поэтому согласен это как в любом в принципе жанре знаешь я вот с возрастом есть стал понимать то что ну вот есть там мнение допустим кто-то рэп терпеть не может но у меня в один момент появился друг который познакомил с некоторыми исполнителями андеграун которые прям хорошие которые мне прям запали и я после этого вообще не говорю что есть плохие исполнители то что есть плохие жанры вот у меня такая же получается мне раньше ни рэп не нравился ни хип-хоп а потом такая поймалась на каких-то исполнителей такая хопа кажется прикольно кажется в этом есть смысл вот хороший вопрос как ты придумала свой ник о господь да это я а теперь отвечай хорошо боженька он вообще появился нисколько я помню мы сидели с подругой перебирали разные варианты из тех что я помню назову два значит я хотела взять с них по-моему хира как герой или рэй потом оказалось что да да вот это точно реакция моей подруги она такая нет Сабина ты не будешь этот ник брать я такая окей хорошо даже я чуть-чуть но рэй можно так сказать только ты да только ты немножечко впереди застрял так хорошо давай дальше буду рассказывать я не помню я не помню как это произошло но в общем мы каким-то образом пришли к Юраге мы еще тупо сидели на на транслейтере я помню переводили слово сяпонского тогда тогда на тот момент оно переводилось как сияние потом почему-то я не знаю почему в следующий раз когда мы посмотрели это слово перевод поменялся я не знаю что за баг был но в общем сейчас по сей день он переводится как ну по-моему дрожь-колебание я такая ну я решила его оставить потому что ну классно буду колебать людей и чё не слушай а блин мне даже больше нравится чем что там сияние какой-то пафос безлишне а тут дрожь а тут дрожь я серьёзно дрожь-колебание Сабина землетрясения я это запомни если серьёзно то по идее оно должно как бы символизировать моё стремление задеть вот что-то в душе слушателя и как вызвать дрожь эмоции и все дела как-то так глубинный смысл это в этом тоже есть пойдём дальше по вопросам давай ты любишь ли ты сладкое люблю конечно в принципе нет сейчас есть я пыталась сказать generalization обобщение да обобщение что типа все девушки любят сладкое на самом деле это не так ну в общем я да я девушка я люблю сладкое окей есть что-то конкретное мне нравится да мне нравится рахат лукум не знаю сладость такая что-то в общем да очень вкусная штука мне нравится мороженое ну шоколад всякие простые сладости ты если что напишешь свой адрес точный в ютубе чтобы тебе рахат присылали фанаты спасибо не ну а чё я вот допустим если со мной говорю опять если меня коснёмся если меня рандом когда-нибудь коснётся и я буду отвечать на вопросы я попрошу чтобы мне присылали солёные огурцы я пришли тебе вязать самогон я не знаю но домашняя нечесть и ты замахнулся юрий присылайте рахат да я буду ждать спасибо так ой не очень люблю касаться подумать теме но ты с отционикой вообще дружишь да дружу у меня был очень близкий друг который ему нравилась соционика и мы страдали ерундой на пару я хоть и не слишком не прям такая просвещенная на эту тему но что-то знаю но я вот тоже я вот знаю кто я там по соционике но вот ответь ты да да кто ты и как ты вообще веришь во всё это и так далее а ты вопрос к тебе а ты знаешь что-нибудь именно соционики можешь догадаться кто я например догадаться по тому часу с которым мы с тобой беседуем да очень сложно попробуй как сказать я там кроме своего буквально и нескольких лучших друзей ну социотипов я толком и не знаю хотя их там дохренища да да я я честно я скорее всего ошибусь но ты поскольку ты такая вроде бы компанейская общительная короче кто ты ё-моё давай ну take a guess давай один раз один потом скажу блин честно не знаю ну серьезно ну может быть я не знаю габин какой-нибудь нет ну всё отвечай тогда я промазал всё хорошо это это достоевский да ясно вот у меня друзей вообще нету кстати потому что я поэтому я я не знаю толком ну теперь будет ты веришь во всё это ты согласна что ты достоевский ну на самом деле вещи часто меняются в моей голове и в моем характере так скажем моем поведении но когда я в первый раз прошла тест меня вообще сделали гамлетом так что я сабаской отношусь к этой всей теме но она мне кажется прикольная в каком-то смысле она не лишена смысла да мне есть что-то что могло бы помочь например понимание себя или что-то вроде того согласен согласен так ну ладно затронули соционику как как одну из нелюбимых тем но это просто не в один момент все так по ней уносились и да 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 я помню это время да ну продолжим обыденные такие вот вопросики залипаешь ли ты на ютубчике что-нибудь смотришь о господь я вообще жестко залипаю на ютуб я там живу просто ну да так как так как я интересуюсь культурами разных стран и языками как думаешь что мне в этом помогает конечно ютуб да вот сейчас последний год залипаю на Корею смотрю всякие дорамы гей-поп-звезд слушаю попытаюсь подучить как бы язык сейчас вот толковик немножко так сказать выучила не выучила хоть и читаю еле-еле но все же могу немножко вот твое увлечение языками как ты написала в анкетке это ну не просто там знаешь народ порой что-нибудь придумывает ну языками там ну знаю там английский чуть-чуть а ты а ты действительно да ну как сказать я не делаю на это упор мне просто нравится и когда да и это не так уж и серьезно но я стараюсь когда время находится немножко уделять этому времени ну странно звучит но в любом случае все нормально я только поддерживаю окей хорошо ясненько а какие-нибудь может развлекательные каналчики ну я вообще каналы если ты про телевидение я не смотрю не-не-не на ютубе а любимые каналы на ютубе да может блогеры какие-то есть у тебя блогеров иногда смотрю очень редко русских блогеров смотрю там Катюк Лэб потом ну в основном корейских блогеров некоторые русские есть ну американские конечно же потому что ну как же мне в культуру не углубиться если я здесь живу да еще бы ясненько ну слушай я вот попытался выделить какие-то интересные вопросы которые мы не затрагивали в течение там первой части нашей беседы да я надеюсь мы ответили на них кому-то что было интересно простите если какие-то вопросы не задали или на какие-то вопросы Юра ответила не так но не так как вы хотели скажем так но надеюсь вы будете довольны будем я думаю постепенно слушать сворачиваться потому что у нас уже больше часа мы с тобой беседуем на радиоэфир будем подводить такую финальную черту красивую я предлагаю тебе поделиться планами на будущее в плане фандаба в плане может каких-то релизов если захочешь раскрыть какие-то свои карты что мы можем от тебя услышать о твоих планах на будущее конкретно фандабе может быть в жизни в дальнейшем и можешь там в конце передать приветы какие-то слова благодарности в общем тебе слово давай про планы сначала что-то я так все так нагрузил хорошо а то у меня память не очень да-да-да я вспомнил это господи что делать с бедной девочкой вот хорошо правые планы я просто такой человек у меня в голове долго ничего не держится мне надо все потихонечку да в общем про мои планы в принципе сейчас я как как в свободном плавании в плане того что какие у меня сейчас будут выходить релизы потому что есть травки которые я отписала половина готова половина что-то там лежит не знаю что происходит потому что я сейчас очень много времени провожу именно за учебой за вот ИРЛ и это так называется нет ну да-да In Real Light да вот и как бы не могу определенно определенно сказать что будет выходить ну вот кое-что будет вот скоро выходить потому что я думаю мне можно об этом сказать я не буду уточнять именно что но я об этом упомянула потому что в паблике когда под моим объявлением не объявлением что у меня будет интервью там было указано что у меня будет скоро релиз так что да можете ожидать скоро от меня релиз очень интересная хорошая песня мне она очень нравится она для меня значит кое-что да так что ждите скоро будет а так в общем я хочу сейчас если делать релизы то делать упор на другие немножечко жанры которые я раньше не пробовала вот если раньше я какую-то ну японскую попсу пел то сейчас может быть буду пробовать что-то американское или что-то корейское переводить ну как переводить петь переводы наших замечательных текстовиков вот текстовики здорово текстовиков все нормально господи прости меня пожалуйста я себя уже чувствую нет это мой это мой характер просто вот замечать всякие вот эти мелочи поддевать я не против прости прости нет я уже себя меня это расслабляет поэтому ясненько ну в общем ребят ждите релизов юра никуда не уходит просто немного да хоть кажется что я постоянно где-то там на затворках что-то делаю себе раз в год появляюсь скрывать я еще реже появляюсь это вообще груст это полу просто судьба всех рундайверов вот вылезти а потом обратно в ползти куда-то в лукол где-то там пели свои релизы у меня вообще ни одного соло релиза нет чтобы ты понимала так что так все я перекращаю жалову смотри да я как бы я настолько аморфный в этом плане человек так что ты молодец хорошо все здорово и любой человек больше молодец чем я я бы так сказала нельзя себя нельзя себя ругать дай другим дай другим возможность мне нравится нельзя подожди нельзя себя ругать дай другим ну да хорошая фраза мне нравится ну слушай спасибо тебе большое за то что уделила я ребят я сейчас извините немного отойду от темы я уже немного плыву у меня скоро пол седьмого утра я честно немного залипаю признаюсь честно клюю так немного носом пытаюсь как-то держаться на плыву но извините что где-то уже теряюсь в словах где-то язык заплетается к сожалению время дает о себе знать но надеюсь вы все это дослушаете и вам все это наша новая рубрика понравится ну и будем подводить еще раз повторюсь будем подводить черту завершение юра спасибо тебе большое что ты стала участником такого исторического события как открытие нашей рубрики да да я очень рад что первый номер допрашиваемого участника достался именно тебе мы с тобой я считаю очень хорошо побеседовали очень лампово слава тебе тебе-то понравилось мне я знаешь нервничала жутко но вроде бы записали амдан все хватит я надеюсь что да слушателям понравится там наша болта у меня ни о чем на самом деле знаешь я вот очень люблю такие подкасты включать как радиоэфиры то есть или там за рулем в машине или просто так что я уверен что своего слушателя рубрика найдет тебе еще раз тысячу раз спасибо за то что ты есть за то что ты делаешь свои песни за то что ты с нами за то что ты оказался очень приятным человеком и легким так сказать на общение да я комплиментами любишь сыпать нет я закатываю обратно в общем вот да такие дела подвели мы черту третий раз уже к завершению с вами была рубрика я не знаю как мы ее назовем наверное знакомство free flight или как то так задавал у микрофона был трей собственно это я здрасте до свидания здрасте да задавал я вопросы Юраги она же Сабина она же Юра да лучше Юра а то мне неудобно становится что же неудобного ну ладно Юра так Юра Юрий ну не совсем Юрий но так тоже пойдет хорошо Юра ну и думаю услышимся мы с вами уже через несколько недель вновь в нашей рубрике оставляйте свои комментарии свои мнения ребят это очень важно для нас услышать что бы вы хотели услышать что-то переделать что-то изменить и спасибо еще раз всем кто будет слушать спасибо Юре спасибо free flight спасибо фандабу спасибо мир я тебя люблю все я начинаю плыть скажи какие-нибудь последние слова напутствия привет и кому хочешь и в общем тебе слово завершающее да хорошо раз мне дали завершающее слово то я поблагодарю Трея который со мной сегодня сидел нянчился чтобы это интервью хорошо прошло с тобой очень приятно разговаривать ты очень общительный и остроумный поэтому больше не ругай себя вот потом привет и наверное слушателям тем которые меня более или менее знают вас ребята хоть и немного но я вами очень дорожу и я хочу чтобы вы это знали и друзьям которые наверное тоже будут слушать этот эфир потому что я всем поскидываю почему нет хоть что они так тяжело трудиться и работают во имя фрифлай все закончила все отстрелялась отстрелась выдохни сходи покурила ладно спасибо за совет нет мы за здоровый образ жизни абсолютно точно все начинаем рассказываться спасибо ребят услышимся в следующем выпуске ура 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 чуть ли спас в следующем convex в следующем Субтитры подогнал «Симон»